Всем привет, дорогие творцы! Добро пожаловать на наш выпуск, посвященный ответам на ваши вопросы, которые вы оставляли в моем телеграм-канале «Дневники автора». Для тех, кто с нами впервые, меня зовут Влада Мишина, я сценарист, писатель и режиссер. На данный момент я являюсь автором двух визуальных новелл в приложении Лига Мечтателей. Мои новеллы называются «Скрижаль, Исет» и «Колыбельная ведьма». Проект «Дневники автора» я создала для того, чтобы мы вместе с вами разбирались, как писать качественные тексты, чтобы начинающие авторы могли узнать простые и полезные лайфхаки в написании. Также здесь мы просто говорим о книгах, о фильмах, сериалах, об играх, в общем, обо всем, где так или иначе присутствует сюжет. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, заходите на страничку Boosty, в общем, вы знаете, что делать. А мы постепенно переходим к ответам на ваши вопросы. Но для начала я хочу воспользоваться кое-каким правом, правом кое-что прорекламировать. На моей голове вы видите замечательный, очень красивый зеленый кокошник, он бархатный, он очень удобный и идеально сочетается с моим платьем. Это не просто кокошник, это творение фирмы Кокошник, логотип появится вот здесь. И это действительно уникальные кокошники, вы можете зайти на страничку Кокошник, вы можете заказать кокошник с любым рисунком, не напечатанным, а вручную написанным на кокошнике, вы можете заказать его с различными украшениями, с камнями, с жемчугом, с чем хотите. Все кокошники очень стильные и модные и подходят для повседневной жизни, если вы хотите стилизовать какой-нибудь образ. Я не просто так рекламирую эти кокошники, потому что эта фирма создана моей любимой мамой, и я думаю, что мне просто будет очень приятно, если вы хотя бы заглянете в посвященный кокошникам. Ну а теперь мы точно переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос. Подскажите, пожалуйста, про синопсис и его составные. Это подходит для написания книги, а что делать, если сценарий на длинный мультсериал? Получается, тут не один синопсис на всю историю, а синопсис нужно прописывать для каждой серии. Каждая серия связана общим сюжетом и одним главным героем. Если же синопсис один, то как грамотно делить серии? Ко всему прочему, читалось, что супер было бы в конце всегда добавлять клиффхенгера. Так ли это критично, если они будут не в каждом эпизоде? Вообще, было бы здорово в целом что-то узнать про многосерийники с цельным сюжетом. Благодарю заранее. Спасибо большое за очень интересный вопрос. Действительно, тема многосерийности мы пока на наших страницах не касались. По крайней мере, основательно. Я упоминала, что синопсис нужен как для сериалов, как и для единого произведения, то есть не серии, но он нужен всегда и для всего. При этом, конечно же, синопсис для сериала немного отличается. У него есть другие составляющие, помимо основного текста синопсиса на одну-две страницы. В чем же отличие? Во-первых, для любых многосерийных сценариев всегда сначала пишется один синопсис на всю историю. Даже если ваш сериал, например, в каждом эпизоде происходит там одно убийство, и ваш герой расследует каждый эпизод нового убийства, в любом случае, если у вас один главный герой, то сквозная линия его через сериал будет проходить. И вот эту сквозную линию с убийствами вы должны обязательно прописать в едином синопсисе, который вы пишете после логлайна. То есть основа остается такой же. Пишем короткий логлайн, да, на весь сериал, да, сложно, но так принято. Дальше мы пишем синопсис, то есть мы пишем разработку первого сезона сериала. Обычно синопсис на полностью сериал, если он совсем планируется многосезонным, не пишут, но первый сезон у вас должен быть. А уже после этого мы переходим к поэпизодникам, то есть к синопсисам каждого эпизода, начиная, разумеется, с пилотного. Пилотный эпизод — это первый эпизод сериала, благодаря которому вы, как правило, можете получить на него финансирование. Через пилотный эпизод сериала всегда проверяют, будет ли он работать, будут ли у него зрителей, будет ли он приносить деньги. Поэтому, да, логлайн, общий синопсис сезона и затем синопсис каждой серии. Что касается визуальных новелл, поскольку я тоже пишу как бы сериал, у меня тоже есть главы и книги, что подходит под сезонные серии. В данном случае, поскольку я изначально знаю, что у меня будет определенное количество книг, то есть сезонов, я всегда пишу полный синопсис на всю историю. Как мы знаем, сначала пишется начало, затем пишется финал, и чтобы прописать все внутри логично, чтобы основной конфликт и нить повествования шла через все произведение, вы должны знать, чем все закончится в самом начале. То же самое работает с сериалами. Почему иногда пишут синопсис не на все сезоны, а на один? Потому что сейчас зачастую непонятно, будет ли продлен сериал дальше. И если авторы запускают сериал, и они не знают количество сезонов, они не будут прописывать что-то дальше. Может быть, они сделают наметки второго сезона, но если вдруг их завернут на первом и скажут, все, мы сериал не продляем, то они перейдут в другой проект. Именно из-за этой текучки сейчас практически ни в одной стране мира не разрабатываются синопсисы прям всех сезонов. Даже в Игре Престолов, что мы можем ярко видеть по неровному сюжету последних сезонов, как вы понимаете, не было общего синопсиса. Разумеется, лучше писать полностью. Разумеется, если вы предполагаете, сколько у вас будет сезонов, написать сразу все и понимать, чем все закончится. Но в реалиях современного мира и индустрии так не получается. Поэтому мы пишем логлайн на сезон, либо всю длину вашего сериала, как вы считаете нужным, и насколько вы знаете, как это будет продолжаться. Затем мы пишем общий синопсис. После этого мы пишем синопсисы эпизодов, то есть синопсис первой главы, серии, синопсис второй главы или серии и так далее. Также нужно учитывать, что если у вас горизонтальный сериал, существуют виды сериалов вертикальный и горизонтальный. Вертикальный — это когда у вас каждая серия заканчивает некий сюжет. Например, детективы, в которых каждая серия — это новое убийство. Это считается вертикальным сериалом. То есть он идет вот так. Убийство закончили, убийство закончили, убийство расследовали, убийство расследовали. Их может связывать один герой, одна нить. То есть да, он расследует убийство, но при этом все это время он ищет какого-нибудь одного злодея. Либо они вообще могут быть про разных персонажей, тогда это больше про антологию, как «Черное зеркало». «Черное зеркало» — это отличный пример вертикального сериала без сквозной линии единого героя. Также сериалы, разумеется, могут быть горизонтальными. Это когда у нас есть один сюжет, начинающийся в первой серии, и его мы ведем на протяжении всех дальнейших серий. То есть конфликт не завершается в каждом эпизоде основной. Теперь переходим к клиффхенгерам. Поскольку сериалы выходят через какое-то время, серии сериалов выходят через какое-то время, всегда нужно поддерживать желание зрителя включить следующий эпизод. Поэтому в конце каждой серии обязательно должен быть клиффхенгер. Но клиффхенгер — очень опасное слово. Переводится как «клифф» — «гора», «уступ», «утес», «хенгер» — «висеть», «to hang». И то есть изначально это слово означает «висеть над пропастью». Вы оставляете зрителя или читателя в подвешенном состоянии. Он срочно хочет выйти из этого состояния, для этого ему нужно включить следующую серию или прочитать следующую главу. Но клиффхенгер — это не всегда про «вау, я этого не ожидал». Иногда клиффхенгер — это просто эмоциональное напряжение, которое вы накапливаете к концу эпизода. То есть вам не нужно в конце каждой серии делать big reveal, большое открытие, какой-то суперсюжетный поворот. Нет, достаточно просто поставить героя в такое положение, в котором ему сложно находиться, и в котором любой читатель и зритель захочет, откуда его захочет вытащить, скажем так. К сожалению, без этого сериалы и серии быть не могут. Даже сериалы Netflix, которые сейчас выходят по сезонам, то есть мы сразу можем посмотреть друг за другом каждую серию, если вы посмотрите на любой эпизод любого сериала хорошего, в конце всегда будет некое подобие крючка или клиффхенгера, который позволит вам захотеть смотреть дальше. Без этого, к сожалению, никуда. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. В любом случае про крючки, клиффхенгеры и сериальную структуру я обязательно расскажу в одной из следующих страниц, потому что там еще есть очень важный момент, такой как заявочный документ, пилотный эпизод и многое другое. Ну а мы переходим к следующему вопросу. Дело в том, что когда я пишу истории, например, фанфики, бывает так, что мне не хватает самых важных нюансов, чтобы раскрыть героя. Речь идет о персонаже, чья профессия или деятельность, например, в жизни мне малоизвестна, манеры речи, его мышления и так далее. Что бы вы посоветовали? По скриптам. Обычно я смотрю определенные фильмы, читаю книги и просто статьи в этом направлении, но все равно иногда бывает трудно. Действительно очень хороший вопрос, и я думаю, что им задаются рано или поздно большинство авторов. И это палка о двух концах. Когда я поступала в Авгик, мне говорили, что режиссировать и писать сценарий нужно только о том, что я знаю, то есть только о том, в чем у меня есть свой жизненный накопленный опыт. Этой мысли придерживаются очень многие педагоги в сфере сценарной, писательской, в принципе, в любой сфере. И, с одной стороны, я согласна. Всегда проще писать о том, что ты лично знаешь, что ты прочувствовал. Например, после того, как я прожила какое-то время в Англии, мне проще писать про Англию, потому что мне не нужно каждый раз гуглить определенные улицы, мне не нужно гуглить, что и как там происходит. Я уже частично знаю это и могу просто писать. Но при этом, до того, как я прожила в Англии, я тоже могла писать про Англию, и получалось бы ничуть не хуже, просто для этого нужно было бы приложить чуть больше усилий. Поэтому, с другой стороны, я не согласна с заявлением, что нужно писать только о том, что ты знаешь. Потому что, если бы все авторы придерживались этого правила, у нас не было бы огромного количества очень интересных и легендарных произведений. Например, Толкин явно не был хоббитом. И эльфом он тоже не был. И в Средиземье не путешествовал. Но, тем не менее, он подарил нам настолько легендарное фэнтезийное произведение. При этом, во Властелине колец и во всех книгах Толкина, разумеется, есть опора реального. То есть, того, что мы с вами знаем. Там есть знакомые и понятные нам эмоции, характеры. То есть, все равно, там есть то, что сэр Толкин привнес туда из своей жизни и своего опыта. Как же написать персонажа, если вы о нем ничего не знаете? Давайте возьмем в пример тракториста Василия. Не знаю почему, просто пришло в голову. Я ничего не знаю о профессии тракториста, кроме того, что он водит трактор. О Василии я тоже ничего не знаю. И как бы я не могу быть Василием, я, в принципе, девушка. Я не мужчина Василия, который водит трактор. Поэтому, казалось бы, что нельзя о нем писать, по версии моих педагогов. Но в книге, например, мне он очень нужен. Мне нужно вписать такого героя. Что можно сделать? Во-первых, авторы вопроса вы делаете правильно. Всегда помогают видео, помогают статьи, помогают книги на ту тему, в которой вы сомневаетесь или о которой мало знаете. Я тоже всегда обращаюсь к интернету, к библиотекам и к прочему, если мне нужно что-то узнать для книги, о чем я пока понятия не имела. Во-вторых, можно попробовать наделить персонажа качествами, понятными вам. Например, тот же самый тракторист Василий, но я говорю, что он лентяй, и большую часть времени он проводит в сельском клубе, предположим. Хотя нет, в сельском клубе я тоже не была. Тракторист Василий, который впервые приехал в Москву поступать в какой-нибудь университет. Об этом я уже знаю. Я была на месте тракториста Василия, я тоже приезжала в Москву поступать в университет. Поэтому какие-то моменты я тоже могу уже передать, и этот персонаж становится мне немного ближе. В любом герое, о каком бы вы ни писали, можно найти нечто знакомое вам, можно наделить его чертами, в которых вы уверены, а уже потом дополнительные моменты, элементы искать в других источниках. С чем нужно быть осторожными в таком случае? Если мы все еще рассматриваем нашего тракториста Василия, то есть опасность пойти, изучить вопрос и найти кучу терминов, связанных с его работой. Как называются отдельные части трактора, внутри трактора и так далее. И предложение у вас будет выглядеть очень монструозным. Вы напишите что-то вроде «Тракторист Василий дернул за рычаг, который назывался каким-нибудь зубодробительным названием, повернул какой-нибудь там шайбу, гайку, что-нибудь еще, и трактор с гулом завелся». Если вы не уверены, что ваш читатель знаком с этими терминами, то большое количество подобных будет утяжелять текст, и вместо того, чтобы сделать персонажа интересным и аутентичным, вы сделаете его скучным и непонятным. Поэтому, если вы о чем-то не знаете, о какой-то профессии героя, и много чего изучили, будьте осторожны и ставьте себя на место читателя, который тоже может ничего не знать. И лучше объяснить ему по-простому. Что касается персонажей, в принципе, фантастических, фэнтезийных, которые, ну, сложно изучить что-то из их жизни, то тут помогает вдохновение, помогает просто логика событий и логика вашего сюжета, а также помогает продумывание целей и мотивации, потому что если вы понимаете, к чему стремится персонаж, почему он туда стремится, вам уже проще его писать и в характере, и везде. Также архетипы. Архетипы тоже помогают характерно, даже если вы не знаете или знаете мало о профессии героя. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос и немножечко помогла вам разобраться с этой темой. А мы переходим к следующему вопросу. Было бы интересно узнать про арку персонажа, вообще хоть что-нибудь? Спасибо за вопрос. Арка персонажа — это очень обширная тема. Мы отчасти касались её на той странице, где я говорила про Мономиф, потому что Мономиф является, с одной стороны, аркой персонажа, его путём, путём его изменения, потому что любая арка персонажа — это изменение героя по мере его прохождения сюжета из пункта А в пункт Б. Ну, либо не Б, либо любая другая буква, а здесь между ними ещё куча изменений и куча крючков сюжетных изменений. Изменения изменений. Ну, вы поняли. Арка персонажа всегда должна поменять героя. Это то, что я могу вам рассказать кратко. Например, у нас есть... По-моему, я уже говорила об этом. Ну, скажем ещё раз. У нас есть мальчик Гарри, обычный, сирота, ничего не знающий, не верящий в магию, разумеется. И первое событие, его отправление в путь — это Хагрид, который сообщает мальчику, что он волшебник. С этого момента начинается путь героя Гарри Поттера. И он заканчивается только в последней книге, когда Волдеморт побеждён. К тому моменту наш Гарри, во-первых, вырастает. Проходит много лет. Во-вторых, он меняет характер. За это время с ним происходят различные события, которые сталкивают его как в негативные эмоции, в негативные поступки. Они возвращают его на путь добра, он должен чем-то пожертвовать. Он перестаёт видеть мир в том свете, в котором видел его изначально. То есть, когда он только стал волшебником, он верил в магию, он верил в волшебство, которое спасёт всё на свете. Но потом он понял, что в волшебном мире тоже умирают люди, он многих терял. И на самом деле путь арка-героя Гарри Поттера очень сложная и очень драматичная, потому что из милого наивного мальчика он становится ПТСРным мужчиной. И этот путь героя включает в себя множество изменений внутри него. То есть, это не быстрый процесс. Любая арка-героя — это не какое-то одно событие, всё изменившее. Это последовательность событий. Они могут возвращать героя обратно. То есть, арка-героя не обязательно движется вот так. Она может двигаться вот таким вот образом. Особенно это свойственно для сериалов, где у нас есть... Мне целый день норовится упасть в платье. Простите. Для сериалов, например, у нас есть персонаж, скажем, в сериале Люцифер, главный герой. Он ходит на терапию, чтобы понять, что мир не крутится вокруг него. И что не все психологические проблемы нужно решать через себя, и все они направлены на него. Да, в каких-то эпизодах ему действительно удается это понять. И он действительно говорит, «Все, я осознал, теперь я буду больше делать для других, я понял, что чужие чувства тоже важны». Проходит один-два эпизода, и он возвращается в ту самую стадию, с которой начал. Конечно же, при этом у него происходят другие изменения, но мы все равно отталкиваем героя обратно для того, чтобы арка не завершилась раньше времени. В любом случае, мы с вами обсудим арку героя в полноценном выпуске, на полноценной странице, поэтому сейчас это та мелочь, которую можно рассказать быстро. Надеюсь, она все равно была вам полезна. Следующий вопрос. «Какие сайты книги вы посоветуете для начинающих писателей, учитывая, что писатель — самоучка русского языка?» Это довольно сложный вопрос, потому что в свое время, когда я только познавала особенности написания текстов и сценариев, у меня были преподаватели, и у меня не было дневников автора, которые можно было бы посмотреть, поэтому я советую вам дневники автора как минимум. Если говорить серьезно, то я все еще очень люблю произведения Александра Митты, кино между адом и раем, потому что именно для сценаристов, да и в принципе для всех пишущих людей, основа сюжета и крючки интереса, биты событий, там описаны очень простым языком и очень доступны, поэтому рекомендую максимально эту книгу. Есть книги чуть более сложные, «Тысячелетий герой», «Морфология волшебной сказки», я тоже их, по-моему, называла в предыдущих выпусках, если нет, то называю сейчас. Они сложнее, в них нужно вчитываться, в них нужно разбираться. Если говорить об игровом нарративе, то есть замечательная книга «Slay the Dragon», «Убей дракона». Я сейчас не помню автора, но я либо в комментариях оставлю на нее ссылку, либо напишу в своем телеграм-канале отдельно, если вам интересно, мейкните мне об этом. Там тоже говорится об основе сюжета, но немного больше направлено на игровую составляющую, то есть на интерактиве с игроком, назовем это так. В принципе, если вы погуглите любую книгу по сценарному писательскому мастерству, везде будет говориться об одном и том же, потому что сюжет, он един, методик написания довольно много, но они все сводятся к одной цели — написать качественный, понятный и структурный текст. Нужно лишь найти тот формат, который вам удобнее. При этом, конечно, не везде это написано простым языком, здесь можно только искать, выбирать и находить героя своего романа. Назовем это так. А я приступаю к следующему вопросу. Здесь их целых четыре. Начнем с первого. Интересно послушать про любовные тропы, как с ними работать. Любовных тропов существует очень много. Это от ненависти до любви или от любви до ненависти, это от друзей к любви, это от измены к чему-то еще. В общем, любовных тропов огромное количество. Про них тоже будет обязательно страница. Она запланирована, кстати, довольно скоро. Поэтому ждем. Ну а в целом существует 36 сюжетов по пальти. И если на них посмотреть, то там будут описаны все тропы, не только любовные, но и в принципе сюжетные, которые существуют в мире. Любое произведение можно привести под эти 36 сюжетов. И как раз таки о любовных тропах мы будем говорить, опираясь на них, потому что они... Из песни слов не выкинешь, все уже написано на белом свете, и эти 36 сюжетов... У меня аж на любви начал язык заплетаться. Все эти 36 сюжетов имеют место быть, и на них мы будем основываться. Следующий вопрос от того же автора. Диалоги и их функции. Очень интересный вопрос, и вы снова ставите вопрос, который стоит отдельной страницы, но все же частично я на него отвечу. У диалогов в произведениях много функций. Выделяют такую, как информационная функция, то есть диалог призван донести какую-то информацию. Стилистическая функция. Диалог призван придать вашему тексту определенного стиля. Это характерная функция. Диалог призван показать характеры ваших персонажей, их речевую характерную... их речевую характеристику, не характерную. Только что писала про тавтологии вам на канале, и сама вслух говорю. И еще несколько других функций, о которых я вам обязательно расскажу. Но сейчас важны другое. Диалоги в современных произведениях имеют еще одну большую функцию развлекать читателя. Да, если раньше в произведениях писали и больше делали упор на описательную составляющую, то есть у Виктора Гегу описано там все до последнего камушка и так далее и тому подобное, то сейчас в современных книгах, произведениях, да и в кино тоже, диалоги имеют очень важное значение, они привлекают внимание. Когда вы видите героя, который что-то вам говорит, вы проще воспринимаете эту информацию, нежели если вы читаете ее в большом объеме без диалогового текста. Это неплохо, это нехорошо, некоторые вообще читают в книгах только диалоги, и опять же, это нормально, таков наш современный быстрый мир. Поэтому сейчас для всех писателей и сценаристов уделять особое внимание диалогам очень важно. Не только из-за внимания зрителя, но из-за того, что вы именно диалогами, так скажем, продаете своих героев. Именно в диалоге раскрываются их характеры, это то, что читатель и зритель предполагают, что он от них слышит. В общем, это очень важная часть текста, ей обязательно будет посвящена отдельная страница, я думаю, тоже довольно скоро. Мне хочется поговорить с вами про диалоги, это обширная тема, она классная. Я лично обожаю писать диалоги, обожаю прописывать речевые характеристики разным героям, особенно бабушкам всевозможным. Если вы знакомы с моими историями «Колыбельная ведьма» и «Скриджаль Иса», то вы знаете Миф и Батшебу, это две прекрасные пожилые леди, которые потрясающе разговаривают. Я каждый раз, когда пишу их фразы, у меня сердечко замирает от любви. А мы переходим к следующему вопросу. Как работать с альтернативной историей? Например, я бы хотела написать детектив, где героиня женщина-сыщик, но за основу взят сеттинг викторианского Лондона. Как обосновать факт того, что у женщины в то время появилось право работать, а уж тем более в такой сфере? С этим вопросом до вас справилось довольно много авторов различных сериалов, фильмов, книг и прочего, потому что тема женщины-детектива и сыщика в викторианском Лондоне, она довольно часто поднимается. Это популярная тематика, скажем так. Всегда можно взять какую-нибудь взбалмошную особу, которая не хочет сидеть дома, выходить замуж и вязать чулки, носки, что быть. Вы поняли. Она хочет действовать, и она хочет расследовать. Возможно, это дочь какого-нибудь инспектора, которая с детства провела с отцом там, где он работает, проводила много времени, и решила пойти по его стопам. Отец, разумеется, против, но он так любит свою дочурку, что дает ей определенные послабления и позволяет находиться рядом с ним. Это может быть женщина-детектив, которая притворяется мужчиной, чтобы ее не раскрыли. В одном из эпизодов сериала «Шерлок» такое было, когда они в прошлое вернулись, это был рождественский спешл, и там Молли, да, по-моему, ее звали Молли, она работала как раз-таки под прикрытием с накладными усами. Так что вариантов очень много. Если вы изначально говорите, что это альтернативный викторианский Лондон и хотите, чтобы у женщины было право быть сыщиком-детективом, то вы должны дать определенные права и другим женщинам. То есть вы должны показать специально, что это альтернативный мир, и в нем все иначе. Ну, либо не все, какие-то нужные вам моменты. Например, у вас и другие должности, в других сферах тоже будут занимать женщины, либо женщина будет выседать в парламенте, быть премьер-министром, еще что-то такое. То есть моменты, которые были невозможны в викторианском Лондоне, но вы их заявляете, и тогда уже логично становится, что и детективом тоже может быть женщина. Важно с этим не заиграться и обязательно обосновывать, почему так. То есть вы должны рассказать в каком-нибудь диалоге, намеком хотя бы, где история свернула в другое русло, и почему все произошло так, как произошло, и почему здесь у женщин больше прав, чем было в то же время в нашем мире. Но в целом вы вольны. Делать как угодно, и обоснований действительно может быть очень-очень много. Уже были лекции по разработке персонажей, но мне стало интересно, как работать со старыми классическими образами и перерабатывать их во что-то новое, но при этом, скажем так, сохраняя ядро. То же самое касается сюжетов мифов и сказок. Я, да, я действительно говорила об этом, причем на прошлой, мне кажется, странице. Когда вы берете за основу что-то готовое для ритейлинга, назовем это так, то вам нужно поведать свою версию. То есть вы должны найти что-то в персонаже, что цепляет именно вас, и сделать это главным. Либо поменять его роль. Возьмем, в пример, какую-нибудь сказку. Ну, давайте по горячим стопам Короля Неверленда возьмем Капитана Крюка. Капитан Крюк. В сказке это злодей, которого по традиции играет тот же актер, что и отца Венди Дарлинг, но мы сейчас это не трогаем. Именно по сюжету Питера Пэнна Капитан Крюк — это злодей, который хочет убить Питера. Если вы видите в Капитане Крюке не только злодея, но и, предположим, романтичного пирата, который на самом деле тоже хотел научиться летать, но не смог, и теперь он затаил обиду на Питера, а может быть, Питер лишил его возможности летать, может быть, это все Питер Пэн виноват. В общем, вариантов много. Вы можете взять этого героя и сделать его главным героем, сделать его вашим протагонистом. Напоминаю, протагонист — это не всегда хороший персонаж. Протагонист — это тот, за чьей историей мы следим и к кому мы присоединяемся. При этом антагонистом может быть замечательный герой, который следует идеями добра и прочим-прочим, но для нашей истории он антагонист. Как-то так. Итак, мы делаем Капитана Крюка главным героем и рассказываем про этого уже знакомого персонажа просто с другой стороны. Мы даем ему, возможно, новый мотив. Так тоже можно взять готовый образ и немного подправить его. Можно дать цель, которая не была изначально в рамках произведения. Можно попробовать поменять архетип. Это сложно, потому что если вы берете ретеллинг сказки, вы, скажем так, начинаете играть по правилам того архетипа, который заложен в эту сказку. Потому что сказки, они напрямую связаны с архетипами, а из песни слов и сказки тоже не выкинешь, поэтому чаще всего нужно следовать исходному архетипу, но можно попробовать его поменять. Можно сделать того же Капитана Крюка супермилой булочкой, но это уже будет под вопросом. Возможно, кому-то это совсем не понравится. Да, когда вы берете что-то готовое, важно сохранить лучшее и добавить что-то еще лучшее. То есть переосмысление, но без потерь, без потерь изначального характера героя. Это если кратко об этой теме. А мы переходим к следующему вопросу. Смотрите, допустим, у меня есть некое гипотетическое социологическое исследование, выполненное в качественных методах, то есть итоговый результат получен не из опросов и прочей бигдаты, а из глубинных, иногда даже биографических интервью с людьми. У меня есть задача сделать некий медиапродукт, который привлечет внимание к теме исследования. И вот я такая думаю, давай сделаем игру, где можно будет поиграть за разных персонажей, написанных по материалам наших интервью, ощутить проблемы из исследования на плюс-минус своей шкуре. Какую последовательность действий стоит предпринять, чтобы написать сценарий для такой игры? Опыт реальных людей, обобщающие выводы из исследования, в некотором смысле мораль, то, что хотелось бы показать людям, которые никогдашеньки не откроют научную работу. Какой сложный, но очень интересный вопрос. Вы, дорогой автор, написали здесь, что возможно не по адресу, но нет, на самом деле по адресу, потому что вы задаете вопрос конкретно про написание сценария игры, и это абсолютно по адресу. Но при этом у вас есть очень интересная основа для сценария. Если у вас есть уже готовый материал с биографическими, мемуарными воспоминаниями людей, если у вас есть интервью, если у вас есть готовые характеры и жизни, то вы можете попытаться объединить их в один единый сюжет. То есть вы можете выбрать, во-первых, главного героя или героя, понять внутри вашего сюжета, какие у них должны быть цели, опасности, то, что мешает им достичь целей, что они хотят, к чему они стремятся, мотивации их, и после этого помещать их уже в сюжет. Все работает точно так же, как и с художественным текстом, выдуманным из головы, просто у вас уже есть чуть больше. На самом деле, действительно, когда у вас есть подобный материал, вам не нужно что-то придумывать по персонажам, вам не нужно выдумывать их характеры, они буквально у вас есть, это очень здорово. Многие авторы специально берут интервью у различных людей, о которых хотят написать, либо, чтобы найти правдоподобные характеры, у вас буквально это уже есть, это здорово. Система работы будет точно такая же, как я уже сказала, как с любым другим произведением. Мы пишем логлайн вашего сценария, выбираем персонажей в этот логлайн, то есть, кто у вас будет главными героями, прописываем им цели и мотивации при необходимости, либо они уже, может быть, есть в интервью. Что здесь важно? Важно объединить интервью и персонажи, если они из разных сфер, если они говорят о разном, если это совершенно разные, ничем не связанные люди, то вам нужно понять, как их свести в одну историю. То есть, будет ли это что-то наподобие облачного атласа, то есть, разные новеллы, вспышки историй, будет ли это одна единая история, в которой все эти люди рано или поздно встретятся, или будут как-то связаны. Вам нужно ответить на эти вопросы и после этого приступать уже к классическому составлению первого документа по написанию сценария. о нем можно посмотреть на страницах про логлайн, синопсис, выбор героя и так далее. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Спасибо вам огромное, что поделились таким интересным кейсом сценарным. Если вдруг вы захотите поделиться дальнейшим вашим произведением, буду очень ждать вас по уровню подписки героя моего романа, с удовольствием почитаю. Здравствуйте! Большую благодарность за ваше творчество и вспомогательное видео для юных писателей и писательниц. Обязательно до всех доберусь. Спасибо вам большое, что смотрите и интересуетесь. Как справляться с писательскими блоками? Это очень индивидуальный вопрос, это очень индивидуальная тема у каждого есть свои причины блоков, у каждого есть свои способы с ними справляться. Я иду не самым правильным путем, скажу так, потому что я не позволяю себе не писать, если у меня случается блок. Я не позволяю себе просто отодвинуть на какое-то время тексты и просто ничего не делать. Для меня это будет хуже. Поэтому иногда я через силу заставляю себя писать хотя бы пару строк, пару абзацев, пару предложений, чтобы состояние писания не терялось и чтобы я не останавливалась. И через пару-тройку таких сложных эпизодов написания, скажем так, блок сам по себе сходит на нет, потому что вы просто не даете ему развиться. Повторюсь, я не считаю, что это правильный подход. Возможно, он может кого-то привести к выгоранию, просто лично мне он удобен. Это моя постоянная работа писать, и мне просто нельзя оставаться в блоке. Кто-то справляется с блоками при помощи, наоборот, пауз. Делают паузу в какое-то количество времени, там, день, неделя, две недели, и снова возвращаются к написанию. Снова случается блок, снова пауза. Это тоже неплохой и нехороший способ, это просто все индивидуально. Я, правда, к сожалению, не могу вам с психологической точки зрения рассказать что-то о писательских блоках, потому что у каждого автора они свои, и, опять-таки, они вызваны у каждого собственными моментами в написании. Как переходить от этапа обычной идеи в голове к этапу выстраивания мироустройства сюжетного костяка? Каждый раз теряюсь, и не получается перейти. Логлайн. Логлайн. Я понимаю, что практически в каждом моем видео звучит слово логлайн, но это основа всех основ, без него невозможно ничего сделать. И как раз-таки логлайны позволяют структурировать идеи из головы. Когда вы пишете логлайн, вы понимаете, что работает, а что нет. Более того, логлайны, как я уже говорила, нужно писать много, и если у вас в голове есть какая-то одна идея, которая давно вас мучает, напишите на нее шесть логлайнов, вы сразу увидите, где что-то идет не так, где идея не работает, где можно доработать, а может быть, вы сразу увидите сюжет. Потому что, напоминаю, логлайн содержит в себе главные сюжетные вопросы, главного героя и начало сюжетной арки. Поэтому, да, это лучший способ перейти от идеи в голове к действию, к тексту. Во-первых, он не занимает много времени, написать логлайн довольно быстро, какие-то тридцать слов расплюнуть. А во-вторых, да, он помогает ответить на многие вопросы и структурировать ваши мысли. Поэтому рекомендую всем писать логлайны. Я сама их пишу с завидной регулярностью. Сегодня я еще очень много заикаюсь. Надеюсь, вы меня простите. Благодарю за возможность задать вопрос. Спасибо вам, что задали вопрос. Я пишу несколько логлайнов, 5-10, и выбираю последний. Насколько принципиально при таком подходе, чтобы логлайны были связаны между собой, например, с сеттингом, как в страницах, или какого-то правила нет? Конечно же, правила нет. Если вы пишете логлайны для себя в качестве тренировки, либо для какой-то идеи, то вы можете писать любые логлайны, просто вот из головы, на любую тему. И совсем не обязательно брать всегда последний, нужно брать тот, который вы считаете самым лучшим, просто по, скажем так, по авторской статистике, чем больше вы пишете логлайнов, тем ближе к концу появляются хорошие, потому что у вас в голове заканчиваются банальные идеи, а первые мысли, которые возникают, они всегда банальны, у всех, у меня тоже. Вот первый логлайн, который вы напишете, скорее всего, где-то это уже было, 100 человек это уже видели, или больше. Поэтому, чем дальше вы пишете, тем больше креатива у вас возникает, и лучше брать последующие. Но, прям, чтобы точно нужно брать последний, такого правила тоже нет. И связывать их с сеттингом здесь все по желанию. Мне так удобней, когда у автора есть полная свобода, то сложнее что-то придумать, мысли путаются, хочется сразу написать обо всем на свете, а если вы, например, ограничиваете себя каким-то сеттингом, или ваша идея ограничена сеттингом, то в нем как-то, ну, все индивидуально. Вообще, правил, в каких сеттингах писать логлайны, сколько и какой брать, на самом деле нет. Это лишь рекомендации на моем собственном опыте, которые помогали и мне, и многим поколениям сценаристов и писателей до меня. Поэтому все в ваших руках. Влада, здравствуйте. У меня вопрос, возможно, немного не в тему, но он подойдет формату страниц автора. Я говорила, что я заикаюсь сегодня. Вот еще раз. Я, как начинающий писатель, хочу познакомиться с жанром фэнтези. Больше для общего кругозора, но кто знает. Можете ли вы перекомендовать ваш топ-произведение в данном жанре к прочтению? Может, вы уже где-то отвечали на этот вопрос, к сожалению, не нашла. Обожаю, обожаю эти вопросы. Нет, на самом деле, я правда их люблю, просто, когда спрашивают, а порекомендуйте книгу, а что вам очень нравится в таком-то жанре, из головы сразу вылетает просто все, что могло в ней быть. Я сейчас смотрю на свою полку с книгами. Мари Бреннан, 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 я не уверена, как она произносится. «Чтоб никогда не наступала полночь» это история про... Это альтернативная Англия Елизаветинской эпохи, в которой под основной Англией существует еще двор Фейри. И на самом деле эта книга написана в жанре не романтического фэнтези, а скорее исторического фэнтези, хотя романтика там тоже присутствует. Когда-то я очень зачитывалась этой книгой, потому что в ней есть вот этот прекрасный запах старой Англии и в целом много исторически прикольных моментов, в которых действительно видно, как умело вплетена альтернативность истории. Для тех, кто спрашивал про альтернативные миры, очень рекомендую почитать. Кроме этого, Сюзанна Кларк, Джонатан Стрэндж и Мистер Норрелл и Дамы с Грейс Адью. Это прекрасные книги, тоже в альтернативной Англии. Как вы понимаете, я фанат старой доброй Англии. Там больше не про фэйри, хотя там присутствует маленький народец в определенном виде, но это скорее про магию и магический реализм, насколько магия может быть вплетена в реальность. Не знаю, как лучше вам описать эту книгу, но очень рекомендую почитать. Когда-то она произвела на меня невероятное впечатление. И, кстати, «Колыбельную ведьм» я писала под большим вдохновением от Джонатана Стрэнджа и Мистера Норрелла, поэтому, да, я рекомендую эту книгу. Из романтического фэнтези. Если говорить о романтическом фэнтези, я уважаю Холли Блэк. Практически все ее книги можно выбирать на свой вкус. У нее есть как про фэйри, так и не про фэйри. Всегда могу порекомендовать вам Нилы Геймана и Терри Пратчета. Это классика как магического реализма, так и фэнтези, фантастики. Нет, не фантастики, именно фэнтези. И в целом авторы, о которых нужно знать и о которых очень рекомендую прочитать. Недавно я перечитала «Благие знамения», которые как раз таки написаны в соавторстве Гейманом и Пратчеттом. И это гениальное произведение. Больше просто нечего сказать. Рекомендую. Я все еще люблю Рика Риердена. Не все его книги можно читать в сознательном возрасте, но вот Перси Джексона я все еще могу читать. Мне все еще интересно. А вот «Наследники богов», это который цикл про древнеегипетских богов, он, конечно, для чуть более младшего возраста мне уже тяжеловато. Хотя в юности, скажем так, я зачитывалась этой книгой от корки до корки. Пожалуй, на этом я закончу сейчас свой список. На самом деле его можно продолжать и дальше. Что-то у меня в электронном варианте, что-то надо вспомнить. Если вам действительно будет интересно, я обязательно выложу его более полным в свой Телеграм-канал. Я благодарю всех, кто задал вопросы. Я надеюсь, что мои ответы были вам так или иначе полезны. Обязательно на многие из этих вопросов я отвечу на грядущих выпусках и страницах, потому что они требуют отдельного разговора. И это обширные, важные темы, поэтому я обязательно их еще коснусь. Но, тем не менее, надеюсь, что та информация, которая была в этом выпуске, тоже придется вам к месту. Я постепенно завершаю наш ролик. Не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал Дневники Автора. Заходите на Бусти. Если вам хочется, выбирайте удобную вам подписку. Напоминаю, что подписчики уровня героя моего романа могут делиться со мной своими рукописями, логлайнами и синопсисами, давать их на рецензирование. А также у нас есть чатик, в котором мы просто обсуждаем ваши же работы. А я все-таки заканчиваю этот выпуск. До последнего у меня сегодня заплетался язык. Надеюсь, вы меня простите. Всех целую, всех обнимаю и желаю вам вдохновения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok